Первые сведения о возможностях всемирной сети они узнают от внуков, а потом уже учатся применять их на практике. Сегодня интернет везде, а значит знание ресурсов не просто облегчает жизнь, это требование времени. Житель Самары Валерий Дмитриевич Федянин из числа продвинутых пользователей. Сегодня он снова сел за парту, чтобы закрепить уже имеющееся знание. Новости, спорт, фотография, социальная, квартплата, электроэнергия, налоги за машину, за гараж. Все это идет через интернет у меня. Тема урока – налоги, предмет актуальный для пенсионеров. Помимо знаний фискального законодательства, каждый из них имеет льготы. Чтобы получить ответы на все вопросы, достаточно зайти на интернет-страницу. А уже в личном кабинете можно и получить информацию, и все необходимые операции произвести. Пенсионеры нашего региона, в том числе и Ленинского района, будут обучены ресурсу личный кабинет налогоплательщика, в котором они могут узнать все сведения об имущественных налогах, которые они должны заплатить, о сумме, об объектах, получат возможность получить квитанции об уплате имущественных налогов и заплатить своевременно налоги. Самарская область входит в двадцатку лучших регионов по количеству активных пользователей личного кабинета налогоплательщика. 450 тысяч жителей уже подключились, интерес к сервису проявляют и старшие поколения. Для них Министерство образования организовало бесплатные курсы компьютерной грамотности. Работают более ста образовательных площадок. Пенсионеры снова в числе пионеров, а теперь еще и по налоговым вопросам. О своем участии в проекте заявили более двух тысяч пенсионеров, для которых важен принцип – зайди в личный кабинет и спи спокойно. Олег Зверев, Максим Гусев, События.